Итак, дорогие друзья, это видео будет интересно тем, кто хочет ответить себе на вопрос, а есть ли способ изучить джанго профессионально, как это сделать. По сути дела, это не урок, это переосмысление для участников школы, потому что мы сейчас проходим лист вью, то есть переопределение методов. Я о них буду говорить на основе, то же самое можно сказать на основе моделей, то же самое основное на основе URL и так далее. Почему? Разделим так. Для тех, кто первый раз смотрит, не пытайтесь уловить код, почему? Потому что многое будет непонятно, для этого надо просто смотреть уроки по порядку. Для участников школы сделать вывод, собрать все в голове. Ну а для тех, кто первый раз смотрит, уловить только смысл, к чему надо стремиться, чтобы писать все, что угодно. Я вам задаю вопрос, и вы отвечаете. Что такое, для начала надо определиться с задачами, да? Что такое вы разработчики, его задачи? Остановите видео и напишите, чего-нибудь начеркайте там. Не бойтесь, если вы напишите не то. Это совершенно не важно сейчас. Важно, чтобы вы что-то делали, что-то начните делать. Делать это надо не потом, а прямо сейчас. И так пишем. Я же вам скажу довольно простые вещи. Задача веб-разработчика. Не только веб-разработчика, а вообще работы с серверной части. Например, Django, ведь мы можем использовать, как использует Instagram, серверная часть на Django, а Instagram сам на Java. Либо сайт, не важно. В первую очередь, все, что связано с базой. Первая задача, это разместить объект в базе. Это делается в Django, например, при помощи модели. Вторая вещь. Излечь его оттуда. Вот для этого мы сейчас рассматриваем на примере view, да, list view. То есть наша задача излечь оттуда объекты и переопределить методы. Сейчас мы опустимся чуть ниже. И третья задача показать, определить, где показать, каким образом показать. Теперь сразу давайте перейдем к ответу на главный вопрос. Сама система. То есть второй вопрос я вам задам, еще один. Вот он как звучит. Второй вопрос будет звучать так. Что вы хотите? Например, просто понять, как писать сайты или нечто, или вообще работать в Django или какой-то другой библиотеке. Либо второй вопрос. Писать серверную часть и сайты профессионально. Здесь я имею в виду серверную часть. Это значит, например, написать мобильные приложения по типу там Инстаграма, да, что серверная часть на Django у него, в Инстаграма морда на Java. Вы можете тоже, допустим, применять серверную часть на Django, а морда у вас будет там на Kotlin, либо там на JavaScript. Ну, не важно. Важно то, что делать это профессионально. Теперь, пожалуйста, сядьте и перечислите, подумайте, какие вы знаете пути изучить. Мы берем пример Django, но на самом деле библиотека или язык не имеет значения вообще никакого. Например, я в школе обучаю нескольким языкам. Если человек умеет функцию писать на Python, то он напишет на Kotlin, на JavaScript и на любом другом языке. Сейчас поймете дальше, почему. Вы определите, какие вы знаете пути. Просто остановите видео и перечислите. Очень важно работать. Если вы два пункта, которые я говорил, остановите видео и перечислите, и вы не взяли бумагу и лист, ребята, дело плачевное. Мы придем к системе работы с кодом. Я скажу, что вы в опасной ситуации. То есть ситуация будет следующая. Код понимаю, писать не могу. А многие ребята сейчас в этой ситуации, и я был в этой ситуации. Вопрос всегда в том, ответ здесь прост. Поэтому останавливаем видео и пишем. Если вы писали, скорее всего, вы написали что-то следующее. Найти в Google, чего-нибудь вообще. Прочитать книгу, посмотреть уроки, прочитать статьи, блоги и так далее. Ну, давайте посмотрим. Возьмем на примере Jungleist View List View, ClassBaseView, Django и все. Ну, хорошо. Вот один из способов взять и проделать уроки. К чему это ведет? Не к чему. Это ведет к повторению. Теперь, ребят, ведь это все, я же не сказал, что это не надо. Это можно делать. Но ведь это не метод изучения. Это не приведет. Ни один из этих методов хорошо, но повторим мы. Повторим. Что мы научимся делать? Мы научимся обезьянищить. Мы просто научимся повторять этот код. При этом, давайте я спрошу, вот спросите у себя, весь вы код понимаете или нет. То есть, все считывается или нет. Ведь за кадром очень много вещей происходит, да? Поэтому, краткие курсы, краткие курсы, книги могут быть только дополнением. Почему? Потому что в них нет цели вас научить. Почему? Потому что код объясняется следующим образом. Есть код, дальше объясняется, что он делает, да? Делает то-то, то-то, то-то. А вопрос-то стоит у программиста другой, почему я это делаю? И как я это делаю? И зачем я это делаю? Ответа на вопросы нет. Никогда. Тогда становится у нас вопрос вполне нормальный. А как же подойти к обучению таким образом, чтобы были ответы на вопросы? Что мне делать? Каким образом делать и как? Я вам отвечу, здесь я вам не задаю вопросы, вы уже, скорее всего, ответили. Я на это отвечу довольно просто. В данном случае составляет всего три пункта. Система работы с кодом, документация, исходный код. В принципе, так построен сейчас не курс поджанга, который именно учит разбираться, да? Профессионально. Мы говорим сейчас о профессиональной стороне. Если вы выше себе ответили на вопросы, что я просто хочу познакомиться, то, в принципе, не заморачивайте голову, зачем вам. Вы должны четко понимать, ребята, что вы можете себя называть плотником, столером, кем угодно, но программистом вы себя называть не сможете. Просто вам внутри всегда будет точить то, что, а ведь вы не программист, почему? Потому что вы ни хрена нигде не понимаете. Вы можете нечто повторить, но какая ваша участь? Код понимаю вроде, писать не могу. Хотите так, пожалуйста, не хотите, давайте тогда покажу как. Итак, ответьте, пожалуйста, на вопрос, какая у вас система работы с кодом? Если нет, я вам отвечу. Я задавал несколько заданий. Скажите, пожалуйста, вы продолжили писать видео или все-таки ответили? Так вот это, если вы ответили, то это уже хорошо. Если продолжили, ребята, это плохо. Это и есть система работы с кодом. Можно легко угадать, как вы пишете код. Ай, ну это потом, ай, ладно, ай, работает здорово. Не удивляйтесь, через год, полтора, да неважно через сколько, вы всегда будете топтаться на одном месте. Это место будет называться всегда код понимаю, писать не могу. В принципе, то, что где-то увидели, вы пишете, но выйдя из дома, идя в магазин, вы не сможете размышлять над кодом, что какой метод мне лучше применить. А действительно, мне может вообще с шаблонами поработать, или поработать, или геткий ресет, или два применить. То есть это не ваше дело будет. Почему? Потому что, чтобы размышлять, надо из чего-то размышлять. Вы знаете, если вы думаете, я сильно умный, да нет, я не умный, я дурак. Я вам сразу скажу, почему, потому что я допер только до этого, через сколько лет, в 2000 начал, в 2017 допер, что в принципе это и лежит в основе успешного программирования. Восемь лет. Вы можете пойти дальше, да, помучиться, можете начать все-таки с системы работы с кодом. На сайте есть раздел, где все начинается. Например, в течение аж 30 уроков мы разбирались, что такое сельф. Восемь часов, ребята. Но зато вошли в классы и все, и ответили на многие вопросы. Ну, у вас, конечно же, зреет вопрос, а что такое система работает с кодом, и зачем она нужна. Да все очень просто. Ребят, смотрите. Есть очень простой вариант. Вы открываете, пишете код и считываете. Если вы все строчки считываете, то это здорово. Если вы какую-то вещь не считали и прошли, значит, это ваша система работы с кодом. Вы можете прямо сейчас ее изменить. Вы можете прямо сейчас что сделать? Взять, набрать chartfield, поля, да. И найти Django и зайти в документацию, почитать. Зайти, ребята, в документацию. Не идти в Google, не идти в книги. Я же не сказал, что это нельзя. Это является дополнением всегда. Сейчас отвечу на прямой вопрос. То есть, если мы возьмем типы полей, мы легко нажмем chartfield, и, допустим, если нам было неизвестно, то мы легко считываем, что у нас есть параметр maxlect. Просто они его немножко сделали уже по умолчанию. Малое текстовое поле с ограничением длины. Ну, понятно, что в заголовок же можно вбить и 2000 символов, и другие опции. Иными словами, ответ прост. Пользуйтесь ли вы документацией? Это один пункт. Есть второй пункт. Вся документация устроена при помощи командной строки. Используйте ли вы командную строку? Это второй момент. И их много там я рассказал. Смысл в том, что если ваша система работы с кодом правильная, то буквально за 3-4-5 месяцев вы начинаете подмечать, что код, который вы пишете, у вас все меньше и меньше становится того, что вы не знаете. Больше того, что не знаете. Второй признак, который можно определить, вы легко можете найти все в документации, набрав пару фраз. Вы знаете, что где искать. На самом деле, здесь кроется то правило, которое отличает хороших программистов от плохих. Хороший программист знает, что где найти и как этим пользоваться. Итак, теперь про сам путь. Вы знаете, что правильно? Ведь можно сделать по-разному. Можно бы сделать как? Просто взять и посмотреть. Как, когда, где используется кересет, getContextData и так далее. И посмотреть, да, так составлены, в принципе, большинство книг, где короткое описание, но это не дает тонкости. Я, когда начал делать этот курс, первый курс я еще сделал в далеком 2012 году. Это немножко было не то. Сегодня мне Джанга, скажу честно, мне неинтересно, но курс я решил сделать хороший. То есть, в чем заключается его хорошее? То есть, показать людям, как делать профессионально. Поэтому на протяжении всего курса мы работаем с документацией. И так, зачем нам это нужно? На примере, да? Ну, мы в данном случае проходим лист view. Я говорил, что люди, которые первый раз смотрят это видео и начали с этого видео, не пытайтесь разобраться в коде. Просто выносите сам смысл. Сейчас бы мне хотелось оговориться. Если мы зайдем на Джанга 4, то, в принципе, здесь можно легко уловить определенную систему. Мы начали до этого, это я просто вам скажу, с look.id.namespace. Иными словами, ссылки, да, извлечение ссылок. Зачем я это сделал? Здесь еще есть один обратный положительная вещь, что разбираясь в документации Джанга, вы будете разбираться абсолютно в любой документации, написанной на Python. И абсолютно, по сути дела, будете понимать и другие документации, потому что все пишется в командной строке. Все понятия, они сходные. Теперь давайте я к тому, к чему я хотел. Смотрите. Ну, представьте, мы с вами подошли к вопросу переопределения URL. Итак, я хотел бы, чтобы вы записали. Первый пункт профессионального изучения Джанга, либо любого другого фреймворка, либо другой библиотеки, это работа с документацией. Именно это я вам демонстрирую в курсе. То есть мы с документацией работаем постоянно. Первое, с чего мы начали, это с URL. Это было до этой темы, о которой я сейчас рассказываю. Какая была у вас задача? Я говорю сейчас о вас, об участниках школы. Надеюсь, что они тоже смотрят это видео. То есть здесь не так много, всего 30 уроков. Но в принципе, подумайте. Вот мы собрались писать сайт. Мы говорим о более серьезных вещах. Вот далее, да. Там API-модели, переопределение методов. Но при этом, когда пишем сайт, начинаем ковыряться с очень простыми вещами. Например, вывести URL. Таких вещей не должно происходить. Посему при изучении джанга и любой другой библиотеки есть вещи ключевые. Таким ключевым вещам относятся, например, URL. Это не надо откладывать на потом. Но это должен сказать преподаватель. И я сказал, ребята, вот есть методы. Мы можем URL извлекать, как мы с вами это делали, да, ранее. По Slack, по ID, с использованием getAbsoluteURL и с использованием namespace. Есть 4 метода, которых нам вполне достаточно. При этом, сам подход заключается в том, что мы учитывали все вещи, все участвующие в джанга. То есть, мы учитывали модель, она у нас была довольно простая. Мы учитывали вьюху, оно тоже простое. Мы учитывали URL и мы учитывали шаблоны. Нельзя работать джанга, допустим, и учитывать что-то одно. Надо учитывать 4 вещи. При этом мы работали с ошибками. В чем заключался конек, я вам сказал. Ведь вы можете послушать видео и сказать, да в чем же суть. Я еще раз повторяю, ребята, мы работали с документацией. То есть, чтобы работать профессионально, надо читать документацию. Не надо ее запоминать. Надо знать, где ее найти и знать, как ей пользоваться. Вот этому я и начал учить. Потому что большинство книг, как вы знаете, написано как? Ну вот, как здесь. Теперь вы можете ответить на главный вопрос, на самом деле. И ссылка на документацию, где я сам хрен чего понимаю. Абсолютно верно. Так написано большинство книг. То есть, вот код, переписанный у кого-то. Далее. Вот. Это делает то-то, то-то, то-то. А вот документация. Я туда сам не пойду, потому что я не понимаю. Ну а вы сходите. А вдруг вам повезет, да? Нет, нет, увы, ребят, так не будет. Вернуть это предисловию этому. В данном случае я поставил задачу перед ребятами, что излечение URL должно быть доведено до профессионализма. Каким образом? Написать всем в общем приложении. Каким образом написать? До тех пор, пока вы не сможете писать, только использовать документацию без подсказок. До тех пор, пока вы сидя на кровати вечером не сможете стыковать в голове модели шаблона URL, то есть, это не станет ясной картиной. Сколько на это времени уйдет? Честно задают вопрос. Вот сколько мне надо, чтобы изучить Django? Так вот, я вас спрашиваю. Сколько вам надо времени, чтобы вы, допустим, даже те URL изучили профессионально? До степени, что вы можете легко пользоваться документацией раз, вы, идя в магазин или сидя там, отходя ко сну, вы можете легко состыковать все четыре метода в голове уже. Одному надо на это, вы сами ответите, неделя, другому месяц, третьему, может, год. Это все зависит от человека. Здесь не важна скорость, здесь важен результат. Такого результата может достичь каждый. Почему? Потому что конкретно поставлена задача. Хорошо, переходим. То есть, поняли. Я для чего рассказывал? С URL там все понятно, там все банально просто, но попадаются такие вещи. Я хочу вот эту вещь обязательно показать. Я поправил код и запустил его, и получил исключение. Мы потом с вами вместе исправим. Смотрите, что делает большинство людей. Спросите, делаете вы так или стараетесь подумать? Работает с джангой или другой библиотекой? Что делает большинство людей? Абсолютно верно вводят в Google и стараются найти ответ. Я просто это показывал, поэтому засветится. Стараются найти ответ. В конце концов, находят почему, что, как. Так вот, мы в уроках разобрали все согласно еще второму пункту. Здесь есть еще один второй пункт. Это исходный код. Сейчас мы его посмотрим. Тот не будем смотреть уже. Так вот, на самом деле, если взять... Сейчас оставим пока этот пример. Мы увидели, что так делают большинство. Да, это можно делать, но это не совсем правильно. Надо постараться все-таки подумать. Если даже так делали, то разберитесь до конца с исходным кодом. Проблема в другом. Исходный код никто не понимает в большинстве своем. Вот это мы и учимся в школе, понимать его. Ну, давайте, наверное, закончим вот этот пример. На самом деле, я показал некоторые простые вещи. Помните, я говорил про систему работы с кодом? Так вот, в ней есть вещи, которые я называл базовыми. Например, здесь, здесь, в этом исключении, здесь же нет ничего сложного. Да? При этом, почему нет ничего сложного? Для кого нет? Вот, а вопрос, для кого нет, это правильный вопрос. Есть функция? Вот мы написали функцию. Теперь я у вас спрашиваю. Вот у вас, смотрите на эту функцию и отвечайте на вопросы. Итак, ребята, скажите, пожалуйста, вы проходили функции? Теперь ответьте на другой вопрос. Сколько вы инвестировали времени в функции? Вы просто рассматривали материал? Ну, вот, вам где-то в книге показывали. А тогда вопрос, а вы сами ставили задачи себе, что я хочу получить после изучения функций? Если нет, то это плохо. Абсолютно верно. Потому что в большинстве своем, в книгах никто не ставит задачи. Там просто рассказывают, функции можно то, то, то. А зачем? А хрен его знает. Так вот, ребята, я вам скажу простые вещи. Си подобные языки, такие как JavaScript, Kotlin, Python, красный и так далее. Все в основе лежит функция, либо метод. Метод – это функция в классе с первым аргументом, да, обязательным. Параметры. Вы можете считать параметры по взгляду? Если нет, то это плохо. Вам это надо было сделать в самом начале. Второе. Вы всегда… Чем вы будете размышлять? Человек размышляет, программист, в первую очередь, чем? Параметры и переменными. Вы можете вызвать функцию, четко понимая, «Гляну я, как я его вызову и каким образом передам». Если вы не можете все это по взгляду сделать, значит плохо. Третье. Основные ошибки, относящиеся к параметрам и вызову, их не так много. В данном случае ошибка та же, да, что и здесь. Но здесь немножко материал глубже, на самом деле. Здесь желательно, чтобы человек знал функции обратного вызова. Иными словами, я говорю о Python. Потому что в данном случае передана именно эта функция, так как мы четко понимаем, что функции можно передать без скобок. Без скобок, то есть как переменные. Но на самом деле, то, что мы делаем в курсе, учимся работать с ошибками. Здесь есть сразу ответ. Вон он, ASVIV. И дальше, что мы видим? Дальше мы видим ссылку на документацию. Мы сейчас по другому вопросу посмотрим. Ну, просто мы это рассматриваем в уроках. По сути дела, там будет написано, что не переданы параметры. Я не буду сейчас заморачивать, все это есть в уроках. Мы просто ее сейчас поправим. Я покажу простую вещь, а потом перейдем к второму пункту профессионального изучения, в чем она заключается. На самом деле, я специально убрал скобки. В данном случае, действительно, переданы два параметра. Почему? Вот наше представление, которое мы писали, с сайта ListView. ListView и ASVIV. В большинстве своем люди даже не догадываются, что это такое. На самом деле, метод называется «Назови себя». И мы с вами поняли, что в нем можно определять все основные параметры вообще, которые мы сейчас переопределяем, когда мы придем. После этого все заработает, понятно, да? Ответ банально простой оказался. Если знание немножко Python, абсолютно верно. В Python можно передавать функции, как обычные перемены. Но в данном случае он четко написал, что не хватает передан два аргумента. Абсолютно верно. Он рассчитал, что наш класс передан как аргумент, и ASVIV передан как аргумент. Почему? Потому что не было скобок, где проверяются параметры. Ну, ладно, это мелочь. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Для того, чтобы профессионально изучать Django или любую другую библиотеку, нам нужно еще две вещи. Документация и исходный код. Так вот, в курсе мы работаем постоянно с документацией. Сейчас стоит наша задача, если мы посмотрим. ListView, переопределение. Уже шестая страница. Уже 31 урок. И мы еще не подошли. Вроде уже перепределяем, но мы еще все топчемся вот здесь. Только предошли вот к этому методу. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Что мы делаем столько уроков? Потому что, ребят, здесь идет очень много тонкостей. Тонкость заключается в том, что мы в курсах просматриваем все, опираемся на документацию, опираемся на исходный код. Например, если сейчас рассказать на примере GetCyReset, то здесь мы можем легко считать. Получите список элементов. Для этого представления должен быть повторяемый и так далее. На самом деле, сразу выпадет из нашего взгляда вот эта вещь. А для новичка вообще не будет понятно, потому что она в куче. Это не может быть понятно. Это надо, чтобы рассказывал преподаватель. Это надо, чтобы... Зачем я это говорю? Я говорю это к тому, к простой вещи, что точку поставят в этом только исходный код. Ни Google, ни книга никогда не поставят в этом точку. Вы всегда будете около, но никогда не будете в Django или в другой библиотеке, если вы не будете смотреть исходный код. На самом деле, все становится на свои места, когда мы начинаем просто просматривать исходный код. Мы как раз сейчас писали эти уроки и подошли к этому. Давайте возьмем к примеру. Кстати, рассказываю вам, если вы пошли на какие-то курсы, как проверить уровень преподавателя. Все банально просто. Ребят, если преподаватель будет излагать примерно как книги, не обращаясь к документации, либо вас посылают к документации, а сам там не бывая, то это плохой преподаватель. Бегите оттуда. Вы можете проверить. Просто заготовьте какой-то вопрос, который я вам сейчас расскажу, и подойдите, скажите. Скажите, пожалуйста, а вот как понять вот такую-то вещь? И посмотрите, на что будет опираться преподаватель. Если он просто бросится в объяснение, то, в принципе, перед вами мудак. Если второй момент, он залезет в документацию, сделает это в пределах 15-20 секунд, то есть вы четко поймете, что данный преподаватель, он бывает в документации, и на нее опирается. Это уже приятно. Но если он вам покажет, расскажет на основе исходного кода, то перед вами действительно нормальный преподаватель, которого, в принципе, можно слушать и записывать. Он научит. Так вот, ваша задача и использовать эти два метода. Так вот, нам немножко не это надо, нам надо джанр гитхаб. Хотя бы мы могли и у себя посмотреть, но так будет быстрее. Мы с вами решили, что правильно. У нас есть метод определенный. На основе его и рассмотрим. Сейчас. Вот это я удалю. Вот это я удалю. Вот это мне надо. Вот это мне не надо. Теперь я сделаю вот так, чтобы у нас все было. Теперь я сделаю вот так. В принципе, вот теперь мы немножко готовы работать. У нас есть метод. Гетки-ресет. Документация написана для людей, которые понимают джанго, да? Которые знают. Документация – это не книга. Но программист понимает именно документацию. Документацию понимать новичок не может. Для этого надо учить. Как учить? Делать то, что делаю я. То есть постоянно тягать носом по этой документации, пока человек начнет соображать. В системе работы с кодом я отвлекусь. Я объясню, как это делается. Когда мы делаем свой код, нам он хоть как-то понятен. Поэтому, когда мы идем от своего кода к документации, то мы уже кое-что можем там понять, да? Начинает нарабатываться правильный навык. То есть, если мы видим что-то незнакомое в коде, нам надо обязательно это найти в документации. На первых порах надо находить и знакомое. То, что понять, как оно там выражено. Какие проблемы у новичка? Новичок не понимает, что смотреть, как смотреть, что читать. А ведь все банально просто. Просто для кого? Ну, правильно. Басановский скажет, 10 лет изучает. Абсолютно верно. Так ведь вы можете начать с этого уровня, а считать 10 лет и начать, да? Либо 10 лет ковыряться. Поэтому выбирайте сами. Итак, ну давайте посмотрим. Нам надо, мы рассматриваем на примере get-ker-eset. Во-первых, так как уроков мы уже аж 30 написали, но еще толком не прошли все методы переопределения. Давайте определимся, что это такое. Хотя бы расскажу для новичков. Это методы, которые, в принципе, мы сейчас и посмотрим, что они делают в документации, да? А мы для себя вывели уже в уроках. Итак, нам надо, возможно, вьюха. Если мы начинаем вспоминать, в принципе, как мы импортировали, да, то, в принципе, вот они все директории, мы должны были обратить внимание, да? Вот он, генерик. И дальше у нас есть лист. Все просто, да? Я тут часто бываю, поэтому я нашел. Сразу нам бросается в глаза метод get-ker-eset. Абсолютно верно. Если новичок откроет документацию, являетесь ли он что-то здесь поймет. Если человек не знает Python, он тут вообще не поймет. Но я предположил, что вы не поймете, посему мы разобрали некоторые примеры еще в уроках, что поставило, что же надо было мне понять, что мне не хватало. На самом деле, я четко понимаю, что get-ker-eset, то есть, опять же, это должен объяснять преподаватель, да? Давайте посмотрим, что я имею в виду. Нам понадобится еще. Когда я смотрю, мне надо было понять две вещи. Вот он, кер-есет. Абсолютно верно. Я его раньше, этот метод видел. И вы его видели только что. Если я открываю get-ker-eset, просматриваю вверх, и вижу тоже определенный метод, который называется кер-есет. Если его не показать, и не ткнуть носом, не объяснить, да, то, скорее всего, новичок, который проделывает, там повторяет кого-то, он на него не обратит внимания. Хотя, в принципе, здесь написано вот такими маленькими строчками, очень коротко, заменяя значение для указанной модели, да? То есть, иными словами, заменяя значение по умолчанию. Поэтому, когда мы смотрим в данном случае в лист view, да, или в представлении в данном случае берем, что нам надо выявить? Абсолютно верно. Поведение по умолчанию. Мы всегда смотрим две вещи. На параметры, то есть, что нам надо передавать, и значение по умолчанию. И на самом деле, код сразу открывается. Мы видим, что кирюсет сразу у нас определяется место в памяти. Далее, все просто. Кирюсет выводится, кирюсет аль. Иными словами, то, что нам и надо. Здесь надо, чтобы объяснял преподаватель. Вот именно, почему мы так много, 30 уроков подбираемся, к чему мы подбираемся. А подбираемся мы к выборке, выборке, да, кирюсет, то есть выборка с базы. Вспоминайте, какие я говорил, задачи программиста, веб-разработчика. При помощи модели мы разместили объект в базу. Теперь нам надо его извлечь оттуда. Извлекается объект в базу при помощи определенных методов. Их много. Если взять, допустим, сайт или, да, ну, все были. Тут есть большая выборка, да, можно выбрать там фильмы по автору, потому, потому. Так вот, я вам скажу, что в Джанго это сделать можно очень легко. На самом деле, это будет детский лепет для Джанго такую выборку сделать. Здесь можно делать вещи намного более сложные, намного более крутые. Ну, отнесемся к основной идее дальше. Итак, ведь вы открыли видео о профессиональном подходе, и еще раз повторяю, потому что иногда можно посмотреть видео, да, сказать, так в чем же суть? Повторю, что суть в том, что чтобы работать профессионально с Джанго, надо понимать документацию и исходный код. При этом исходный код дополняет документацию, не Google. Мы с вами определили, что в исходном коде нам надо посмотреть в первую очередь поведение по умолчанию, но у меня должны быть определенные знания, либо у преподавателя, который вас ведет, если он понимает. Здесь все очень четко написано. Кересет равно кересет аль. Скажите, пожалуйста, какие с этого можно сделать выводы? А вот как раз таки, если я посмотрю дальше следующую строку, то я сделал два вывода. И вот они следующие. Я сделал следующие два вывода. Я говорю, я в уроках показывал, ребята, а давайте-ка проверим. То есть у нас получается первый вывод. Кересет может применяться один. Get-Ker-Reset также может один. А они могут применяться вместе, ведь это разные вещи. По документации это очевидно, что эти вещи разные, при этом они работают по-разному. Тогда у вас становится вопрос, что же здесь написано. Все очень просто. Все очень просто. То есть я могу посмотреть и ответить. здесь написано первое, что я вижу, что идет кересет и альт, да, просто метод. Иными словами, идет переменная и метод выборки. Да, абсолютно верно. Это именно один из методов. Один из методов. В данном случае по умолчанию я для себя ответил, используется метод альт, то есть выводит все объекты. Это был мой ответ. Дальше мы или, написано, да, кересет присваивается значение и идет. Дальше модель, дефалт менеджер и метод. Иными словами, это производится следующим образом. То есть то, что мы применяли здесь, модель, стандартный менеджер и определенный метод. Либо я мог применять как в первом случае просто кересет и сразу метод, да. То есть ведь это откуда я взял? Это я взял понимание не с документацией, то есть не с документацией, это я взял понимание именно с исходного кода. Запомните, только исходный код может вам дополнить документацию больше ничего. И эти вещи навряд ли кто-то опишет. Документации люди очень сильно боятся, а исходного кода вообще. Так вот, именно этому я учу. Но я засомневался, что ребята будут знать, да, хотя мы изучаем Python, в принципе, вот это вот слово из Instance, это функция на самом деле Python, которая находится в разряде с функциями Type, она ставит все на места. Мы как раз и проверили этот момент, написали, я показал, да, что это все происходит. На самом деле все становится просто, эта функция проверяет на принадлежность к классу, то есть в данном случае проверяется, что переменная kerset соответствует классу kerset, и здесь мы сразу же, это уже знание Python, ребята, это уже вот этот разделчик, да, на школы, где я говорил, начиная с функции и так далее, и так далее, уроки, да, по Python. Здесь же мы получаем ответ на вопрос, что можно ли изучать Django без изучения Python. Ну, будем говорить, так, вам же никто не запретит, если вы будете просто изучать Django, но не будете изучать Python. Единственное, вы тогда можете себя называть там слесарем, там инженером, кем хотите, но программистом вы себя сами не назовете, потому что вы в коде ничего не понимаете. Поэтому, если вы хотите действительно понимать, то Python изучать надо, ребята. И опять же, поступаем таким же образом, как мы говорили о системе работы с кодом, то есть работаем в командной строке, понимаем, просто воспроизводим ситуацию. Все оказывается просто. Мы проверяем на самом деле принадлежность к классу, к RSET, то есть принадлежность к классу, содержит API, и отсюда получаем ответ на вопрос, исходя из того, что мы проверили, что действительно, ведь можно туда напрямую вызывать сразу метод без стандартного менеджера. иными словами, смотрите, сколько знаний я должен знать. Новичок это не будет знать, это должен знать преподаватель. Вообще, если вы уловите, то здесь есть определенная система, она мощная, сейчас, в данном случае. мы сначала пошли ссылки отбросили, теперь пошли лист вью, потом пойдет деталь вью, при этом деталь вью, при этом модели мы изучаем по ходу, потом пойдут шаблоны, и вот скоро уже начнем писать уже сам сайт, потому что, допустим, мне непонятно, ага, одно дело просто писать сайт, а другое дело один раз навсегда разобраться, как извлекать ссылки. Теперь, хорошо, мы собираемся писать представление, но, конечно, можно было бы сделать так, как делают в большинстве в книгах, написать там некий код, ну, любой, да, любой код, да, и сказать, вот этот код извлекает то-то, 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 и все, на этом ограничено. Скажите, пожалуйста, какая ценность этой информации? Ценность этой информации 0, 0, 0, 1%. Почему? Она учит только повторить. Но, если мы говорим о том, что нам надо стать профессионалами, значит, какая задача наша? Научить разбираться. Чтобы научить разбираться, значит, мы должны, по крайней мере, по минимуму, переопределить все эти методы. тогда, переопредив лист вью, в дитиль вью, мы в любом случае справимся, потому что это будет аналогия, да, практически во многом. Но здесь, на самом деле, всплывает очень много подводных камней, то есть знания, которые необходимы. И это может только знать преподаватель. Если бы это надо было выложить в книге, то это получился бы десятитомник. Понятно? Ведь в большинстве своем книги пишут, во-первых, люди какие? Год-полтора, которые проработали. Мало таких изданий, как тот же Лут, который сам тоже не пишет книги, а только языком пиздит, извините меня за выражение, потому что то, что там в книге написано, раньше я думал, ой, Лут, на самом деле, настолько запутал и настолько глупости наговорил в этих книгах. Иными словами, сделал справочник. Вот и все. Ну, ладно. Оставим Лутся в покое. Мол, конечно, денег много заработал. Молодец. Ой, ладно. Оставлю в покое Лутся, потому что летела эта книга на помойку у меня от и до, через лет восемь, когда я понял, что программирование совсем по-другому изучается. Жалко, жалко, что раньше не допер. Итак, смотрите, сколько знаний на самом деле надо. Просто так, с кондачка, переопределить метод не очень-то получится. Можно посмотреть примеры. На самом деле нас интересует почему и зачем. В первую очередь становится вопрос, а чем отличается, допустим, GetCodexData от GetCodexData. Ведь этот вопрос надо ответить. Ответ очень простой. При GetCodexData мы просто переопределяем объекты и к шаблонам не касаемся. В этом месте мы касаемся шаблона. Тогда у нас отпадает то, что мы ранее изучали. Это информация только для участников школы. GetTemplateNames. Мы его изучали. Иными словами, то, когда мы определяли переменную шаблона, которую, в принципе, потом и использовали. Не пытайтесь ловить, кто первый раз смотрит. Сейчас смысл. Надо уроки смотреть. Это я и для участников школы говорю. Так, не там. Открыл. Которые использовали здесь, да, как переменную в шаблонах, с которой извлекали данные. При этом зацепилось еще следующее. При изучении того же GetCodexData при изучении того же GetTemplateNames что получилось? Как показывают в курсах? ObjectList, да, временную, то есть обычную переменную, которая стандартная. Они все и показывают. Но есть же три варианта. Мы могли определить название модели и PostFixList, она с модель Cytos, а могли определить свою. Есть три варианта. И опять же это объясняется джангоразработчикам. Зачем это делается? Ведь если вы работаете в команде и с вами работают дизайнеры, которые ни хрена не понимают программирование, но понимают в шаблонах, то для них, конечно, описать лучше, как это происходит. Чем подробнее, тем лучше, да? А не ObjectList. Как открываешь ObjectList, ObjectList, да? Это уже не профессионально. К чему я это говорю? Смотрите, сколько цепляется. Это все должен говорить преподаватель. Следующий момент. Зачем мы все это подходим? Ведь все эти методы и GetCureset, и GetContextData, к которым мы уже далее приступим, они все работают с API. С API, да? Только в одном случае, как я сказал, в одном случае шаблон не затрагивается, а идет переопределение методов, в другом случае затрагивается. Но здесь нас интересует именно исходный код. Почему? Потому что документации нам мало, на самом деле. Да, мы открываем GetCureset, видим кучу методов, переводим себе основу, да? Возвращает набор запросов, которые будут использоваться для получения объекта. при отображении представления, во вьюхе. Дальше. По умолчанию возвращает значение атрибута кересета, если он установлен, в противном случае он создает кересет, вызывая метод alt-диспетчеры. Да, по сути дела, здесь действительно все описано вот после того, как мы разобрали, что есть кересет. Мы поняли, что сам кересет, исходя из исходного кода, может вызываться без менеджера, здесь с менеджером. Иными словами, у Жанга есть такой способ, то есть вызова модель, контекстный менеджер и метод alt, допустим, в данном случае. То есть, этот метод по умолчанию, а правильнее сказать какой-то метод. Мы отвечаем сейчас на главный вопрос, нам надо вызывать get-кересет в том случае, когда мы хотим вообще переопределить. Но, исходя из документации, мы из исходного кода мы уже для себя вывели несколько вещей и записали, что на самом деле кересет может применяться отдельно, и проверили это, и у нас заработало. Get-кересет может тоже отдельно применяться. И третий вариант, который неочевидный, они могут применяться вместе. И сразу стоит вопрос, зачем? джанго-разработчики вообще ответили на вопрос, зачем столько много методов. Они ответили очень просто, для того, чтобы вы могли сайты делать до точки. Так вот, почему мы так долго добирались? Да потому, что надо было поработать вообще с этими API, понять, что такое. И это на данный момент, я считаю, мы только чуть-чуть приблизились. Почему? Потому, что с API надо будет еще работать посерьезнее. потому, что именно вот если мы показывали сайт Иви, то там поиск по дате, по автору, это довольно банальные вещи. Но ведь джанго может делать очень сложные вещи. И вот тогда мы действительно будем использовать то, что мы высмотрели в исходном коде. Если здесь в киросет мы будем определять начальные условия, то дальше будем применяя это условие переопределять. Тогда вместе. Мы с вами немножко потренировались, что запросы выборки могут быть сколь годно длинные и сколь годно разные. Но, опять же, самое главное мы все равно поставили, исходя из исходного кода. Ведь исходный код именно он ставит точку в вопросе документации. Именно он ставит все на свои места. По-другому не будет. Поэтому, если ответить коротко на ваш вопрос, а если путь для профессионального изучения джанга или абсолютно любой библиотеки, я отвечаю коротко. Первое. Система работы с кодом. Какая она у вас? Вот вы отвечали. А сейчас какая будет? Вы дальше продолжите так же делать ай-потом, ай-работает хорошо. Значит, ответ очень прост. Код будете понимать немножко, писать не сможете. По одной простой причине, потому что вы все пропускаете. это путь долгий. Вы будете год, два, три, неважно сколько, пока не изменится, не измените порядок вещей, пока не начнете разбираться в коде. Как начать разбираться в коде? Первые полгода я вообще рекомендую новичкам не программирование главное, а как вы отрабатываете код. Я рассказал там целых 30 уроков на примере сельф и дальше начал демонстрировать систему работы с кодом в самих уроках поджанга, то есть уже только на практике, где мы постоянно работаем с исключением, постоянно работаем с документацией, потому что вот это правило, ведь не надо запоминать все. Ну хорошо, что мне надо было отсюда? Запомнить? Да нифига мне не надо было. Я запомню, что главное? Я запомню, что есть листвью, да? Я запомню, что есть определенные методы. Правильно, я уже много здесь бываю, я знаю, но мне не надо знать, что там есть в этих методах. Просто я примерно знаю, но я четко, если знаю, где найти, то я всегда подсмотрел, ага, мне надо погенация, либо по-другому перераспределить. я уже смотрю методы, вопрос в том, что я просто знаю, как что использовать, этому и учу. Но этого мало, надо помнить это, если мы хотим разбираться досконально, то есть по принципу смотрю документацию и пишу, вот это и есть профессионализм, то нам нужно понимать исходный код, а для того, чтобы понимать исходный код, по крайней мере, надо начать в нем разбираться. То есть то, что мы делаем в уроках, мы берем и разбираем. Если нам что-то непонятно, или я подозреваю, что непонятно, то мы что делаем? Абсолютно верно. Создаем такую же ситуацию и начинаем это проверять, чтобы нам дошло, ага, вот это как работает. Мы также проверили, допустим, в данном случае distance, да, по отношению к той же функции type, да, и поняли, что идет проверка типа, не типа, а проверка в отношении класса. То есть и самое интересное, что мы поняли, что идет проверка конкретно принадлежности методов и атрибутов относительно конкретного класса. Именно здесь это и происходит. вот именно здесь и идет проверка относительно класса кересет, относительно самой кересет и относительно то есть что он соотносится. Именно из этого мы и делаем вывод. Вот поэтому мы можем спокойно писать без менеджера и с менеджером. Но ведь ну дальше не будем возвращаясь кересет, дальше не будем сейчас уже углубляться это все в уроках. Смотрите сколько надо было подойти. Вот это тогда подход получается, что мы отвечаем на вопрос а почему мы используем то, другое или третье. Вот тогда у нас появятся мысли для размышления. А действительно если у меня простая модель, то нафига мне заморачиваться, я вообще возьму getContextData и переопределю этот метод просто опираясь на шаблоны. Иными словами, мне надо будет еще четко, я четко понимаю, что мне надо будет просто изменить переменную шаблона. При этом я себе отдаю отчет, что если я хочу допустим вывести все записи или не все, в любом случае ответ в моих руках. Я могу использовать абсолютно любой метод. Но конечно я буду использовать то, что мне выгоднее. Иными словами, я по сути делаю совсем просто, я вообще бы мог написать одну строчку, и это было достаточно. Зачем мне переопределять что-то? То есть я уже исходя из... Я бы уже как мыслил? Исходя из того, что по умолчанию я выяснил, используется метод AL, то есть вывести все записи, которые относятся к выборке API, да? Значит, если бы мне надо было написать выборку за какой-то год, то мне надо было бы применить тоже выборку API, но выбрать по году. При этом меня бы устраивало, что выведутся все записи. С другой стороны, если бы я хотел вывести там 4-5 записей, и по-другому, да, ну, здесь стремновато все написано сейчас, но это мы специально писали, чтобы поняли, чтобы понять, что можно и несколько раз один и тот же метод применять, то есть как хочешь группировать, но мне бы надо было, начиная со второй записи и далее, да, определить, и еще в обратном порядке, да, тогда я, возможно, бы вот это использовал, и то, вот эту строчку я мог бы написать так же и здесь, но что надо было уловить, но при этом я размышляю, хорошо, а если у меня есть, допустим, более сложная модель, сейчас мы уже взяли и та сложнее модель, где есть отношения, да, более сложные, тогда я себе отвечаю этот вопрос, и это не вопрос Жанга, здесь я сдаю условия, здесь применяю, на выходе что мне надо было всего лишь запомнить, что я могу керосит применять сам по себе, это будет просто напрямую работать с API моделей, при этом я четко понимаю, что мне в шаблонах и больше нигде ничего не надо переопределять, я только определяю здесь, второй момент, я мог бы переопределить вот этот метод, да, get-care-sit, это он переопределяет поведение по умолчанию, но опять же, а зачем мне его применять, если я хочу вывести все записи, а потом погенацию, уже не идет, уже нет смысла, да, Жанга стерпит, он никуда не денется, ну интересно, ну вот так хочу сделать, с другой стороны, а вот если сложная вещь, то я могу и то и другое применять, на самом деле, если бы мне надо было сделать вот такие все строчки, то в принципе мне бы достаточно было чего, абсолютно верно, мне бы достаточно было всего лишь вот этого метода, да, да, пришлось бы поменять переменную шаблону, но это сделать проще просто, не надо ничего менять, хотя я и тут бы мог поменять, и здесь я начинаю, смотрите, отвечать на вопросы что и зачем, то есть идет вопрос переосмысления, выделение того, вот когда мы идем в магазин, ложимся спать и начинаем думать, а действительно надо было по-другому сделать, так вот у новичка, который смотрит уроки просто кого-то повторяет, вот этих переменных в голове размышлений не будет, откуда им взяться, ведь чтобы они взялись откуда-то, надо понимать разницу между то, чем, что мы хотим изменить, в данном случае, если мы рассматривали например листвью, да, то смотрите сколько всего нам надо было знать, вот когда мы разобрались, что есть геткий ресет, который содержит ресет, когда мы разобрались, что есть метод гетка техдата, но при этом мы четко понимаем, что все эти методы работают с IP-моделей, только у них есть уже разница, но кроме этого мы понимаем, что они могут использоваться по отдельности, могут вместе, вот тут у меня появляется выбор, то есть я начинаю определять, зачем я буду вот это, зачем вот это, зачем вот это, ага, смотрите, происходит чудо, наконец-то у меня есть проблески того, что я начинаю что делать? Абсолютно правильно, смотря в документацию, думать как программист, а почему я буду применять этот, а не другой метод? и так, достаточно, довольно сложный урок, нудный, я согласен, вы знаете, может я жестковато по-лучцу сказал, это сегодня у меня такое понимание, что это был полный бред, потеря времени, я не призываю вас не читать книги, я не призываю вас не смотреть чужой код, нет, ни в коем случае, я просто сказал, ребята, что это должно быть дополнительным, если вы хотите работать профессионально, джангл или абсолютно другой библиотекой, у вас должно быть три вещи, на этом мы пока и остановимся, да, потому что много информации, о которой я говорил, я говорил для участников школы, которые, ребята, которые просмотрели уроки, а для вас, тех ребят, которые начали просто с этого видео, для вас надо запомнить всего лишь несколько вещей, запомните, есть простые вещи, первое, ответили вы на вопрос или нет, какая у вас система работы с кодом, если у вас нет никакой системы, то познакомьтесь с моей, и потом это в Python в разделе, а в разделе Django просто мы берем, работаем с документацией и я вам показываю на практике, как это работает. Вторая вещь, вам необходимо работать с документацией, потому что хороший программист это тот программист, который знает, где найти и как это использовать, как правило, это документация. При этом мы работаем с документацией с Django, но запомните простую вещь, что понятно, что разобрался с Django, мы сможем работать абсолютно с любой библиотекой Python, почему? Потому что они сходны. Django, наверное, она очень хорошая документация, но она довольно и сложная, будем говорить так. Другие документации намного немножко проще. Следующий момент, который нам надо учесть, что документация это всегда только начало работы. Конечную точку ставит что исходный код. Именно с него мы дополняем документацию и нам не надо уже ни Google, нам не надо ни книги, мы четко можем сделать выводы, как мы сделали здесь в уроках с вами, когда проходили. Идем к методам. То есть мы ведь это все взяли с документации, просто прочитав код. Посему обязательно ставим задачу себе изучать языки. Это важно. Вы можете перечислить кучу книг, скажите, есть хоть одна книга, которая учит работу с документацией. Ребят, вы таких книг не найдете. Причина проста. Большинство своих людей просто не знают, не могут понять документацию. Они ее не понимают, они ее избегают, они идут куда угодно, в книги, в Google, ищут подсказки какие-то, но они не хотят разобраться раз и навсегда. Стать настоящим программистом, который читает документацию, далее смотрит исходный код, складывает этого едино и делает выводы сам. Вот это называется настоящий программист. Вот эта профессия в этом и заключается. И когда на самом деле вы понимаете документацию, исходный код, вы начинаете писать в кайф. Вам не надо ничего запоминать, вам не надо ничего. Вы просто-напросто читаете и пишете. Это называется программирование в кайф. Но ведь этому можно научиться. А как научиться, ребята, я вам сказал. Поэтому а что поэтому? А поэтому вот ничего поэтому. Подумайте. Что-то еще хотел сказать. Такое что-нибудь гадкое, да? А вот, гадкое придумал. Ребят, знаете, что самое важное для вас сейчас, особенно для новичков? Если вы столкнулись, вот у вас что-то не получается в программировании, и вы вот эту мысль начинает, да, вот она у меня была, помню, тысячи лет назад, может быть, это я про себя говорю, не про вас, может быть, я тупой, может ли быть программирование для меня? Ребят, я вам говорю, на сто процентов, просто больше нельзя дать, да, процентов, что эту мысль можете выбросить. Просто не нашелся пока человек, который вам рассказал правильно, потому что программирование на самом деле это работа либо в кайф, либо нет, но этому надо, чтобы кто-то вас немножко повел за руку, вы просто пока не нашли того человека, который вас ведет этот мир. Можно ли это сделать самому? Можно, за лет восемь, например, я начал с 2009, он ведь допер до системы работы с кодом, что он является основой только в 17-м, по-моему, да, хотя я что-то там писал, что-то пыжился, да, все это делал, но ведь стоит вопрос, ведь это можно сделать гораздо быстро, можно за 10-12 месяцев выучить язык и в принципе двигаться профессионально, но для этого надо применять именно тот метод, который я рассказал, тогда вы не рассеиваетесь, тогда прошел месяц-два-три, вы ловите себя на мысли, что ага, код, который я пишу, у меня практически вещей, которые я меньше знаю, становится меньше, 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 которые я знаю, которые я могу легко найти, посмотреть, документации, которыми я могу размышлять, становится больше, просто, надо сделать правильно, вот и все, все, агитировать школу не буду, это уже ваше дело, вы можете идти учиться куда хотите, моя задача было сказать, что путь есть, спасибо, спасибо.